В традиции Русской Православной Церкви Благовещение относится к числу 12 великих праздников. В древности у него были разные имена – зачатие Христа, начало искупления и приветствие Марии. Сегодня название «Благовещение» передает главный смысл, связанного с этим событием – возвещение Деви Марии, благое вести о зачатии и рождении Ею Спасителя. Несмотря на пост, службы сегодня отличаются особой красотой и торжественностью. Храм украшен цветами, а священники облачены в голубые ризы, ведь голубой цвет – символ Пресвятой Богородицы, обозначающий чистоту и целомудрие. В центре храма на аналое главные иконы праздника. На ней изображен архангел Гавриил, который принес Деве Марии самую большую новость – Сын Божий становится Сыном Человеческим. Божественная природа Христа, она обрекается в плоть. Вечная становится временным. Неописанное – описанным. Безначальное получает начало. Это удивительная тайна, которую мы, конечно, не можем постигнуть умом. Можем чуть-чуть прикоснуться с сердцем. Русские люди унаследовали особенную любовь к этому светлому празднику и к самой Богородице. Наши предки называли свою землю Домом Царицы Небесной. Она считается первой заступницей и покровительницей российской земли. К ней и к Христу мы молитвенно обращаемся за помощью. Я верую в то, что Господь нас направляет на чистый, праведный путь в любви к ближнему, во взаимоотношениях не только с близкими, но и с окружающими людьми. В общем, Господь ведет нас к светлому Христову воскресению. Ровно через 9 месяцев от Благой Вести родится Иисус Христос. Начнется Его земная жизнь. Жизнь, которая закончится на земле в Страстную Пятницу. Но возродится вновь, а повести в победу жизни над смертью уже в Пасху. В 2016 году Пасха будет отмечаться 1 мая. Елена Бабина, Евгений Садовский, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.